ну наконец-то мы дошли да я надеюсь не будет слышно ничего с улицы потому что весна вступила свои законные права и стала уже очень достаточно сыра очень много луж все тает к счастью я надеюсь так и будет нужно очень деле у нас планируется потепление но не в этом не в этом надеюсь в общем не будет никаких посторонних шумов что мы имеем то собственно дошли мои руки наконец-то до снятия видео с итогами сезона прошедшего то есть зимы это моя постоянная сезонная неизменная рубрика уже получается второй сезон моих итогов по сезону можно так сказать 2.1 первый выпуск в этом году с итогами зимы рубрика называется что я делала зимой это если вы знаете не смотрели это такой своеобразный дайджест где я показываю штуки которые делала на протяжении всей там зимы и всего сезона там весны летом 8 и так далее и так далее как будто есть еще другие сезоны ну да вероник молодец и это разные совершенно штучки бывают в основном конечно вязание вышивка но иногда иногда проскальзывая что-то может быть какие-то украшательства я делаю там украшение из бисера например редко но метка такое бывает еще что-нибудь вот здесь у меня будет сегодня у меня будет только вышивка и вязание вот поэтому давайте с моими долгими предисловия мне уже так нужно начинать свои видео приступим начнем наверное пожалуй с такой монументальные вещи зиме это что это зимние украшения у меня сохранились него в неубранном состоянии только две штучки маленькие остальные я покажу вот в фотках потому что я наскринила все со своего видео тут вот такое слайд шоу небольшое будет а я покажу вот веночки я делала веночки не у меня висели на шкафу я сейчас их отодрала уже как бы конец весны надо уже снимать ой конец весны чё сказала конец марта уже надо наверное снимать украшение зимние меня на стене на шкафу до сих пор висят вот такие вот новогодние прибамбас очень простые украшения очень легкие незатейливые быстро делаются и достаточно такие эффектные простенькие но эффектные прям еще красота например на подарок и все на что-то или себе сделать как я в моем случае вообще красота совсем забыла сказать что здесь ничего не будет в хронологическом порядке потому что я вообще не помню что зачем шло поэтому даже не рассчитывайте на это этого здесь не будет дальше что давайте с вышивки начнем и закончим дано уже покажу вязание не отходя далеко от новогодних праздников украшательств и прочего я маме вышивала на новый год с новым годом написано логично я вышивала и в такую открытку от парня ну просто прелестно постараюсь указать вот здесь артикул если у меня получится найти его медву-на-иду то значит вот такой клейкий слой присобачивается чтобы заизолировать изнанку выше очень хороший по качеству открыткой и в принципе сам сюжет не очень нравится и как я уже говорил в видео такой вот советский вайп я такое люблю именно вот в открытках каких таких вот изображениях мне очень нравится и нам тоже очень понравилось она выглядит просто не он и роскошь мне не обманывать хорошенько и вышла что самое главное очень просто и легко прям она мне летела также зимний мой сюжет первый сюжет на равномерке от ланард вот такая вот птичка сидит значит синичка ну или не синичка кто это не знаю извините простите меня ронитологи всего мира я не знаю кто это наверное синичка я не гладил я ее не оформлял я подумал что поглажу оформлю когда уже все вышлю это будет осенью в этом году я тоже по сезонам вышиваю уже получается второй год подряд вот таких вот разных штучек дырючек в прошлом году у меня были сюжеты от панны маленькие на 13 на 18 с бисером там пейзажики маленькие там в центре иероглиф расположен бисерный а здесь вот я решила в этом году выбрать такой вот сюжет с четырьмя сезонами от ланард хороший первый опыт был не как первый блин кома на равномерке мне понравилось вышивать на равномерке этом потихонечку подкупая равномерку хотишься уже конечно паузу поставил но надо подорожало страшно но это это уже другой разговор мне понравилось прям тоже очень быстро буквально там за полтора дня я и вышила не в общем имеется ввиду где полтора дня живых там с перерывами со всеми делами хотя если сесть там пораньше с утра можно и за день спокойно и вышить просто поменьше отвлекаться и больше посидеть единственное что у меня возникло какие у меня возникли сложности это сложности с бэком с прописью вот этих вот буков винтер почему потому что равномерка сложно гораздо сложнее отчитывать вот эти вот клеточки ну мне во всяком случае где-то наверное с третьего или четвертого раза у меня получилось это сделать именно вот надпись остальная как бы сама вот это вот как бы рамочка у меня получилось быстро но вот затык с надписью произошел но в любом случае получилось и хорошо и последний они последние их не могу на люблю его вместо тысячи слов просто чудесный чудесный потрясающий от чудесный от волшебной страны вот такой как-то просто изумительно это моя первая работа первый опыт вышивания на перфорированные деревяшки на фанере это изумительно он у меня стоит на столе уже не чуть меньше месяца радует глаз невообразимый я не могу я просто его поставил у ноутбука у меня стоит и надо его поливать не надо заморачиваться он вечно красиво вечно молод и вечно потрясающе я не знаю что сказать бисер фанера фетр все больше слов у меня нет он невероятный и за ту цену за которую я его купил я считаю это был подарок судьба 8 чем могу сказать это просто изумительно тоже опять же первый опыт не первый блинком у меня все получилось тоже не с первого раза конечно ну да так бывает так бывает и это нормально мы все учимся мы все на ошибках набиваем шишки и дальше совершенствуем всем это все it's ok как говорится сукой но не могу очень хорош очень а блин я забыла в камеру смотри здравствуйте забываю все время я любуюсь я не могу мне нравится очень хороший скотч ты где милый постей а можно я сюда поставлю не свалишься будет чтобы убедно было чтобы я не закрывал ладно и последнее что я вышивала этой зимой это не сумка была это была вот такая вот брошка которая мне подружка подарила на мой день рождения но руки у меня дошли до нее только получается уже этой зимой мне она очень нравится очень классно тоже были с ней небольшие трудности этому 2 опыт вышивания брошен глазью и в целом он мне понравился но не сказать чтобы я знаете как вот с вышивкой крестом так вот еще еще хочу еще хочу еще или как с бисером например до этого хорошенько меня стоит хочу еще хочу еще нет такого не было потому что гладь сама по себе очень трудно мне кажется гладь это вот освоение техники вышивания гладью это какое-то вот выше высочайшее мастерство те кто делают это хорошо они делают это не хорошо они делают это великолепно я это делаю удовлетворительно то есть какими-то своими там но новшествами нововведениями под себя как-то это все подстраивая потому что ну мне тяжело мне тяжело но с другой стороны это нормально мы все под себя что-то подстраиваем так причем хулиганишь я ничего не могу сказать по сюжету он мне нравится он такой хороший он такой весенне-летний 100 тут машинка горы лесок светлые очки очень много здесь было фрузелков это просто какое-то невообразимое количество мне кажется хотя может быть я и делала уже в чашке в чашке в чайнике от дим я по-моему делал уже такое количество фрузелков а может быть и нет может быть там было больше даже в общем здесь их было тумач мне кажется то есть они здесь и по небушку идут и цвету очки и еще там в машине они есть их очень было много но зато они дают свой шарм придают и как-то без них было бы скучновато и не так объемно не так все было бы гармонично что не знаю хорошо ну хорошо получилось слов сказать других и не у меня нет у меня нет других слов чтобы это все описать я как увидите прямоздрячим у меня были планы сумку я покупал экспресс еще раз хочу посхвастаться посхвастаться я ее всю зиму относила эту сумку и не снимая она просто зимит не я ее уже у кого сдать успела тут единственная вот ниточка одна выскочила ну и все то есть сколько она стоила рублей 300 эта сумка но она такая классная она так хорошо сделано прочно я и самое главное что она очень вместительная я оттаскала с огромным удовольствием всю зиму ее прям вообще никаких нареканий очень удобно если вдруг они пробьются сейчас экспрессе просто бегите не оглядывая за ним теперь осталось только вязание что ли давно покажу вот это вот безобразие его уже правда всего замызгала это пыльец даже не знаю как вам показать меня видно вообще меня не видно даже за ним я делала эту накидушку на своего кресла который чем камера стоит его можно заметить в моих видео предыдущих было на фоне да как я сижу на кресле уже вот там вот лежит этот замечательный не очень пледик но я так знаете я его буду сменно использовать потому что у меня есть еще одна идейка сделать еще одну накидушку пока не знаю как она выйдет за видео может быть она выйдет даже следующим после этого даже такая затравочка вам затравка забыл совсем сказать может быть я напишу в начале что все ссылочки на процессы изготовления всех вот этих вот историй я показываю себя на канале это все и ссылочки будут вот здесь вот вот в этом уголочке по подсказочке вылезать переходите смотрите если вдруг вас что-то заинтересует что я хотела сказать что мне есть еще одна идея сделать еще одну накидушку на кресло уже побольше уже поинтереснее как изначально у меня была задумка все-таки я хочу реализовать потому что маме моей вот это вот историю очень сильно нравится мне я не разделяю его такого большого восторга скажем так мне нормально как бы нормально сойдет ну как бы хорошо что хорошо но есть и есть ну и ладно я тут не убирал ни одной нитки и вообще не стала заморачиваться думаю боже мой кстати надо постирать он уже очень сильно замыслился моей с и в целом в целом задачу свои справляется я думала из-за того что он синтетически мне будет на нем жарко сидеть пусть нас еще топит жутко но нет вполне себе и удобно что самое главное и я вот его сняла на кресло села без без накидушки и мне так осталось как-то необычно как-то странно больше ничего это не хватает и я считаю хорошо хорошо получилось но есть к чему стремиться такая знаете было геморрой с ним конечно много не очень много увязала на удивление да хотя тут ночь ничего сложного все какая-то ерунда сплошная а что еще хотел сказать я его все вязала отдельным ой отдельного не сплошным полотном что я имею ввиду я пришивала конечно вот эти вот квадраты бабушки да они отдельно вязались но все вот эти вот участки они все связаны вместе единственное что я вязала два куска по моему если не изменяет память этот плед состоит из двух кусков помогли не длине стал господи которых мне память все я забыл я не полу перейдеть посылочки и захотите посмотрите там точно вы увидите как я его вязал но мне кажется по моему такое ощущение да точно вот этот кусок видимо здесь шов идет я делала два куска и связывала их вместе а все вот эти вот кусочки отдельные они все связаны единым полотном то есть я например вязала потом присоединялась потом опять присоединялась песня стужа так выворачивала сикость-накость ну вроде как получил ну получилось и получил все хорошо все что еще говорить об этом дальше такая знаете безделушка маленькие штучки которыми кстати я очень сильно довольна очень быстро это вся история очень простая но какая же это все-таки практичная вещь получилась у меня мусорничку я значит отдела нам не теперь такая стильная утепленная мне кажется путет хорошо у меня здесь бы она была полностью облеплена наклейками с анимешками со всеми этими я подумала боже она мне так в один прекрасный момент надоело что мне захотелось просто меня нацепить вот эту вот штуку вяжется все это очень просто через волшебное кольцо амигуруми вяжется по кругу на увеличение круг и все по кругу на увеличение круг потом за за заднюю стенку петли провязывается здесь один рядочек и дальше уже идет хоть цилиндрик единственную клейку которую я оставила это я оставила кики из ведьминой службы доставки точно как-то прикольно получилось идею прикольную сделала что на крышечку повесил ведьмку трудные метли летают и когда крышка так она тоже летает как будто бы она была она была со своими причудами и я сделала вот такое вот но не на как это подставка подлежка 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 под ножнички когда она мне не нужно на ней стоит у меня моя корзиночка с крючками там с ножницами а когда я пользуюсь ножницами когда что-то вяжу или вышивая ее оттуда первая кладу рядом с собой на нее кладу уже ножнички еще какие-то там иголочки еще какие-то припомбасники и так удобно ничего не болтается меня везде по столу все на одном месте и что самое главное для чего я вязала эту подставку для того чтобы ножницы когда я кладу их на стол не царапали поверхность стола потому что мне такой очень сенситив очень чувствительный стол оказался который просто на малейшую царапинку очень ярко остро реагирует и оставляет подарочки на своей поверхности поэтому я вот решил вышить такое вышить трав деформация связать такое сердечко помогу получилось хорошо самое главное что это очень удобно я им пользуюсь постоянно мне очень нравится красота да и только последнее по счету но не по важности это вот самый крупный проект который был у меня зимой это сумочка сумочка моя который я вязала с трикотажной пряжей в целом я ее достаточно быстро связала только долго не могла никак приступить к тому чтобы все это связать вместе все детали связать подклад ой связать сшить подклад и пришить его внутрь такой вот у меня подкладе здесь пучас я ее еще не выгуливала по одной простой причине что я еще не подклеила да у меня руки до сих пор не нашли не подклеила я здесь фурнитуру для прочности и не вшила ленту самое главное что ленту то я где-то недели полторы или две назад я купила до недели две назад не купил а вот вшить ее еще никак руки не дошли не я постараюсь сделать это на днях и уже начать и углы потому что все уже потепление 8 градусов тепла на следующей неделе как я говорила надо вот все пара я считаю она очень классно мне получилось мне очень нравится стучки и дрючки которые тут связала я вязала такой брелок точно с брелком то тоже были свои приколы брелок вашему вниманию представляется вот такой брелок да да она была конечно молодец у нее были очень большие проблемы с математикой и видимо с объемами в пространстве сначала я хотела связать брелок из трикоэтажной пряжи по схеме и что у меня получилось подушка у меня получилось нормально да то есть вот еще дополнительный проект который у меня был а потом я решила все таки что как-то ну большевая брелок вам так не кажется ну самую малость но чуть-чуть чуть-чуть большего одну так чуть-чуть было поменьше был бы хорошо я подумаю что нет все таки надо какой-то более менять все время взять микроскопический брелок и я вот все таки связала вот такой вот мне кажется цветовое решение здесь просто потрясающе все мои цвета любовь невозможно мне он очень нравится мне кажется он такой стилёвый получился немножко даже в каком-то вайту кейном стиль хотя может быть я уже придумала натягиваю саму на глаз и не унышко моя обсессия по свинкам продолжается у меня вот висит у меня такая колючая у меня кстати такая вот свинка есть языке и я не могу это моя самая наверное любимая сын из коллекции хорошая 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 правда скажите хорошая не могу люблю это так вот такая вот у меня значит сумочка получилась а вот еще какой брелочек я делаю и вот еще брелочек я делаю просто нанизала бусину так дурацкая бусина она меня бесит она не держится но я не стал с ней заморачиваться совершенно быстро у меня получилось сделать этот брелок мне кажется тоже неплохой хорошая очень хорошая такая халукити получилась тоже я не сама придумала разумеется все это по схеме по подсказочке все ссылки все оставила тоже приходите пробуйте вяжите смотрите вот все туториалы есть там в описании к видео и вот я тут значит еще также я тут как вы можете заметить и советские современные пуговочки присобачены я присобачила мне кажется получилось очень симпатично и вышит медведенок медведенок я там взаикалась в видео что мне нужно вот сюда вот парная девчонка к нему который я увидел на авито но меня так жабы досят почему объясню потому что там на авито что там с ценами на доставку какой-то кошмар если она сама стоит девчонка такая 150 рублей там продает барышня то доставка стоит дороже раза практически в два чтобы вы понимали чем сам вот этот вот мешутка и я что-то пока жду когда доставка подешевле станет или может быть этом баллы с экономлю с каплю и потрачу на доставку ну то что ну какой перебор мы обязательно сюда ее высшим потому что мне кажется она просит сюда просит вот это пустое пространство на которой я изначально хотел пуговку присобачить но присобачу медведенком будет хорошо тогда все будет уже окончено окончательно окончен также хотел еще сюда присобачить бантик хотела сложить бантик из лент и куда-нибудь вниз или на ручку но что пока тоже не надумала может быть вот сюда куда-нибудь или вот сюда я его присобачу когда вошью сюда ленту для уплотнения чтобы не растягивалась ручка как я уже сказала но пока до этого еще ручки не дошли у меня может быть сделала знаете со временем все хочется высовершенствовать еще хочется что-то добавить еще что-то хочется изменить может быть она вообще приобретет какие-то такие немыслимые метаморфозы сумку что тут будет больше не сумка какой-то музейный экспонат ну ладно я уже загнулась замахнулась высыкрыся нам всем вот представляете это все это все что я делал просьбу как бы и много вроде бы как бы и мало и тут вообще особо ничего нет думаешь боже а так я собирала по всей комнате смотрел у мамы старел эту открытку чтобы вам показать а вроде бы так и смотришь и и еще и нет как будто бы до 3 месяца зимы а кстати забыл сказать что вот ее я начинала где-то в двадцатых числах февраля и и кого ее его кактус а закончила либо в последних числах февраля либо в начале марта в первых числах марта точно не помню то что у меня блин дурацкая привычка я забываю точнее отсутствует и привычки забываю делать фотографии уже готового изделия чтобы было понятно когда я это все сделала что потом не искать по видео что я делала по каналу там посмотреть или как увести какой-то блокнот что ли вот что я сделала тогда до такого-то числа не знаю наверное надо верно на то что насколько я знаю вышивальщицы есть такие дневнички которые они вот вписывают что какой них процессе как чего они продвигают кого чем у кого почему все вот эти вот ссылки входы и выходы у них задокументирована у меня промашка такой пробел что-то надо исправлять надо исправлять ладно это уже в другой раз спасибо ваша вам за просмотр я надеюсь я вас отвлекла может быть завлекла заинтересовала мы не захотели тоже что-нибудь связать не обязательно или вышить или еще что-нибудь сделать может быть просто поставили меня на фон и занимались ими делами это тоже очень классно вообще сама по себе очень такие разговорные вот логические видео и будь была бы моя воля я бы только их снимала честно говоря волтать я люблю очень-очень кто подписан на меня давно те это знают что у меня вообще рот не закрывается особо я могу бесконечно болтать еще раз спасибо большое за просмотр обязательно себя берегите потому что наше время это очень-очень сильно важно